Знание это сила, незнание не освобождает от ответственности. На этой неделе стало известно, что бывшие спецоперационисты, а также их дети, решили взяться за ум, причем в прямом смысле этого слова. Но не торопитесь с выводами, сейчас все расскажу поподробнее. Это Вести Бескиселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и Реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Помните, в мае этого года Нина Астанина, занимающаяся вопросами семьи, предложила своим коллегам разрешать спецоперационистам поступать в вузы без экзаменов. А вот в Ивановской области детям спецоперационистов решили выдавать сертификаты на получение высшего образования. Теперь там, если ребенок участника СВО по количеству баллов не проходит на бюджет, то он будет зачислен на платное отделение, покрывать которое будет региональный бюджет. И вот результат. Участники спецоперации, а также их дети, подали более 9 тысяч заявлений в вузы разных городов России. Ну и по настоянию Министерства образования и науки, для таких студентов в институте должно быть припасено 10% бюджетных мест. Честно говоря, среди моих знакомых нет тех, кто сходил на спецоперацию и вернулся с нее адекватным человеком. Но зато я прекрасно помню вторую чеченскую кампанию и помню парней, с которыми строили штабы на дереве и которым пришлось поиграть в войнушку уже за пределами нашего двора. Да простят меня все мои детские друзья, но прежними они уже никогда не будут. И поверьте, образование им точно не нужно. Не буду обсуждать современных спецоперационистов, мало что о них знаю лично. Но искренне не знаю, как относиться к инициативе поступления на бюджет их детей. Если ребята умные и одаренные, то конечно пожалуйста, врачи и педагоги в нашей стране лишними не будут. А если речь идет про образование ради диплома, то предлагаю нашим патриотам в Госдуме выдать таким студентам корочки еще на первом курсе. И желательно в камуфляжной расцветке. Чтобы потенциальные работодатели знали ху из ху и на основании этого уже принимали решения или не принимали их на работу. Конечно, как человек разумный я прекрасно понимаю, чем надиктованы все льющиеся на головы военных привилегии. Но как человек, живущий в нашей стране, я не хочу, чтобы моя жизнь стала похожа на единственный выход без выхода. Когда врач с дипломом вроде есть, а лечиться подорожником безопаснее. Но я вам скажу, что это не все нововведения в России. С сентября старшеклассников начнут убеждать в том, что Украина это неонацистское государство, а Россия страна героев. Учебники истории именно с такими формулировками уже поступили в школы страны. Конечно, речь о замене старых велась еще в начале года. Тогда на этом настоял помощник президента Владимир Мединский. Кстати, именно он и стал одним из авторов учебного издания. Но в каких категориях будет подана идущая спецоперация, известно не было. Не было до сегодняшнего момента. Зато теперь наши дети в красках узнают то, о чем не хотят знать из телека их родители. Ну, например, о давлении на Россию Америки. О возрождении нацизма. О счастливом возвращении Крыма. Ну и, конечно, о героях, которые защищают нас с вами от каких-то недругов. Ключевое слово здесь – герои. Потому как целый параграф учебника авторы решили посвятить биографии спецоперационистов с личными комментариями. О как, друзья. У нас вроде и конфликт еще не на исходе. А мы уже и карты поменяли, и учебники истории переписали. Может, все-таки не стоило так торопиться. А то ведь неизвестно, к чему нас может привести современный калейдоскоп событий. Еще вчера мы аплодировали стоя частной военной компании, благодаря ее героев за успехи в спецоперации. А уже сегодня, оказывается, ни успехов не существует, ни самой компании. И, видимо, Мединский знатно выдохнул, когда понял, насколько был прав в том, что не внес музыкантов в свой учебник. В противном случае пришлось бы либо переписывать его снова, либо вырывать страницы. Но то история, а у нас-то ведь перемены по всем фронтам. Так что ждем и новые учебники по экономике, где будет в красках описана польза санкций и выгода импортозамещения. Потому что если уж и демонстрировать свое величие, то во всей красе. Вернее, по всем фронтам. Причем так же шикарно, как это делают представители РПЦ, которые с завидной регулярностью пиарятся на СВО. На этот раз кривая вывела их к Уралвагонзаводу. На бога надейся, а сам не плашай, сказала бы сейчас старинная русская пословица. А я бы добавила, и не позорь. Потому как сколько бы митрополит Евгений не освещал русских танков, а все-таки благодатью от этого не пахнет. Потому что техника эта вовсе не ради дружелюбия собиралась. И если таким образом РПЦ пыталась спасти бедные заблудшие души военных, то идея явно провалилась. Шли бы лучшие священники на спецоперацию. Там и помолиться есть за кого, да и посмотреть на тех, кто богу-то неугоден оказался. Впрочем, на что-то РПЦ все-таки способна. Особенно, если вспомнить события 2009 года. Тогда градообразующее предприятие Нижнего Тагила претерпевало значительные изменения. Новый менеджмент поставил под угрозу и работу самого предприятия, и благополучие 24 тысяч работников, которых собирались уволить. Ну, незачем в 2009 было работать такому огромному предприятию. Ну, вот приехал Викентий и пообещал, что будет у людей и работа, и зарплата. И вуаля, спецоперация. Конечно, справедливости ради отмечу, что прямой взаимосвязи РПЦ и работы Уралвагонзавода лично я не усматриваю. Ну, и не одобряю вот этих клоунских мер, когда веру превращают в популизм или того хуже в бизнес. Но вы, наверное, помните тот мартовский скандал, когда ростовчане пожаловались на высокие расценки РПЦ на всю Россию. Оказалось, что помолиться за военных в Ростове – недешевое удовольствие. За одного человека церковь требует 350 рублей. И люди платят, вернее платили, пока масштаб финансовой пирамиды не стал достоянием общественности. Вот тут вам и патриотизм, тут и истинное отношение к спецоперации, да и к лицам, защищающим со слов церкви Родину. Вы только представьте себе этот уровень цинизма, когда они агитируют молодежь встать плечом к плечу на линию огня, а сами за каждого отправленного на СВО берут по 350 рублей за требы. Вот честно, даже обсуждать противно. Надеюсь, к сегодняшнему дню ситуация поменялась, но информацией такой я не владею. Если подобный опыт есть у вас, пишите в комментариях город и стоимость сорока уста завоенного в вашем населенном пункте. Может и соберем карту РПЦшных банкоматов по всей России. А между тем, банкоматы, но направленные исключительно на прием денег, заработали и с легкой руки депутатов. На этой неделе они внесли и тут же во втором чтении одобрили новые штрафы за неправильное обращение с повестками. Вот уже где фраза «кошелек» или «жизнь» начинает играть по-новому. Теперь за неявку военкомат придется заплатить не 3 тысячи, а 50. За несообщение о переезде или смене семейного положения – 20 тысяч. За уклонение от медосмотра – 25, за, впрочем, штрафы достигают полумиллиона и перечислять все просто не имеет смысла. Чувствуете, чем запахло? Не как новыми релакантами, которых власть сама толкает на позорно загнивающее клеймо. А ведь смотрите, неплохо устроились. Если денег нет, пойдет на спецоперацию. Если деньги есть, пополнит казну. Два ноли опять не в нашу пользу. Впрочем, не в нашу пользу на этой неделе сыграл и бывший мятежник, ныне белорусский сенсей военного дела, товарищ Пригожин. Объявившись в стране Лукашенко, он заявил, что, внимание, цитата, «то, что происходит на фронте – это позор, в котором нам не нужно участвовать», конец цитаты. После этого тот же персонаж пообещал сделать из белорусских военных вторую армию мира. При этом, куда денется та первая, которая сейчас, вторая – непонятно. Видимо, выполнив приказ, кругом отправится во свояси. А между тем, дядя Женя слов на ветер бросать не стал, буквально на следующий день, приступив к выполнению своего обещания. На полигоне под Осиповичами сегодня развернуто несколько учебных мест, но и больше интерес представляет тактическая стрельба и перемещение на поле боя. В роли обучаемых военно обязаны из подразделений территориальной обороны. Главная особенность занятий – инструкторы. Ими выступают бойцы из ЧВК «Вагнер», которые передают белорусам свой боевой опыт. Ну а в России в это время все по-прежнему. Призывают присоединиться к своим, обещают высокие выплаты, но, как и раньше, допускают казусы типа «Записавшись добровольцем, не забудь встать в очередь на однокомнатную квартиру без отопления и света». Да-да-да-да, такое расположение билбордов на улице Самары заметили местные жители. Правда, только они же и отреагировали возмущением. Но, судя по тому, что ВОЗ и ныне там, администрация города ничего плохого в подобном не усмотрела. И билборды висят до сих пор. Ну да, ну да, зачем раздувать из мухи слона, когда и так всем все понятно. Вот как-то так, друзья. Вы посмотрели продолжение итогового выпуска новостей, начало которого мы уже загрузили на нашем канале «Эрмак Медиа» в субботу. Переходите по ссылке в описании, потому что нигде больше увидеть этот выпуск вы не сможете. Так что увидимся в эфире. Всех люблю. Пока-пока.